Дай почитать. Средних веков. Издательство «Текст». Он утверждает, что иммагинарное питает и создает легенды, мифы. Его можно определить как систему снов общества, снов цивилизации, трансформирующей реальность во вдохновенные духовные видения. Сам термин восходит к слову «воображение», но история иммагинарного – это история сотворения и использования образов, побуждающих общество к мыслям и действиям. История совсем пока короткая, несколько десятилетий. Среди таких образов есть и чисто легендарные фигуры – подложный папа, оказавшийся женщиной, папесой и Анной, или рыцарь-разбойник, упоминающийся в летописях XIV века без малейшего подтверждения его исторического существования в реальности – Робин Гуд. Это и лица исторические, но быстро ставшие легендарными – Карл Великий и Сид. Другие полулегендарные – бретонский король Артур или граф Орланд. А еще есть фея Мелюзина и волшебник Мерлин. В книге описана чудесная страна, появившаяся в начале XIII века в одном старофранцузском фаблио. «Кокань – страна, где все твое куда ни глянь». Фаблия состоит из 208 сложных стихов. Анонимный автор предпринимает путешествия в виде епитемии, наложенной на него папой. Так он открывает край чудес при многих. Кто там больше спит, тот больше зарабатывает. Стены домов там сложены из рыб, стропила из осетров, крыши из окорока, полы из колбас, пшеничные поля, горошины кусками жареного мяса и ветчины. Река из вина. И в ней серебряные и золотые чаши наполняются сами собою. Уточню, что река наполовину из красного, наполовину из белого вина. И вообще там в месяце шесть недель, в году четыре Пасхи, а Великий Пост один раз в 20 лет. Вот такие мечтатели жили в средние века. Любопытно, что чаще всего насчитывают девять валькирий. Иногда говорят о двенадцати. Главное воплощение героини средневековой германской эпической поэмы конца XII века, песни о небелунгах Брунгильда, лишенная Одином статуса валькирии. Главная задача книги Жака Легофа – подчеркнуть значимость иммагинарного в истории человечества. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч!